Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир и мы продолжаем играть в карьеру за холлсит. За кадром я успел поиграть один матч с Вестбромвичем и сейчас будем играть кубок лиги против Сандерлэнда, а потом будет Эвертон. А там уже Панатинайкос. Так, состав я решил оставить практически то же, то что был с Вестбромвичем. Он с небольшим изменением поставил Паласи вместо Шини, хотя Шини в принципе неплохо себя проявил под нападающим. Но он в запасе. Так. Ну, ладно, играйте так. Думал я форму поменять. Думаю, вы все прекрасно по новостях слышали про ситуацию в Крыму. Что у нас на футболе, футболе настоящего, футболе кубка вам. Что я могу сказать по этому поводу? То, что это военные, или какие там самобороновцы, это факт. Больше ничего я пока комментировать не хочу по этому поводу. Так. Ага. Они играют 4-1, 4-1. Так. Посмотрим. Персоналочку. Ага. Моя нелюбимая схема. И у них защитник еще есть в центре. Да? Вот. Вот. О, Жози Аутидор. На острие. Тогда надо его держать Дэвисом. Он один там, так что не давать ему разогнаться. Ну, погнали. Ну, что ж посмотрим, что принесет нам сегодняшний матч. Куртис Дэвис. Куда это-то собрался? Соперник теряет мяч в середине. Блин. Фигировано. Что-то так. Не дали. Выбить. И далеко, далеко убивает мяч. Давай Эль-Мохамеди. Жесткая борьба за мяч продолжается. Блин, он не достал. Очень неточный пас. Вроде не мешал никто. Однако Аут в пользу соперника. Время. Проблема. Папа. Время. Время. Тут опять прийти, он порвался, может подать, молодец И мяч уже вне игры, этот перехват ослабит давление соперника очень вовремя, прекрасный отбор, наглый такой по-спортивному Обратная передача На мяч-то в чужой штрафной, можно на контратаку нарваться, потому попытка накрыть соперника прямо там у него дома Выбить Выбить мяч с пределом штрафной Ну что ж ты так тупо стоял И если не отобрать мяч по новой, а так как не завершена, можно получить контратаку Молодец, Сэкбо Здорово, выбрал позицию, прочитал, передачу совершил перехват Так, Вэллс Вот моментище И заканчивается атака тем, что защитники выбивают мяч далеко за пределы поля Нуктиду Игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно по воротам пробить Прочитал он эту передачу и легко ее перехватит Спокойно, ребята Блин, калыш, калыш Блин, калыш И вместе с камерой отправляемся в штрафную Кто там готов пас принять? Ошибочка вышла возле штрафной Такого нельзя допускать Спокойно, ребята Спопробуем их Немножко Расхитерка Этот перехват награда за его старания Хороший отбор Ну и что теперь? Возможно удар поворотом Порой в обязанности защитника и входит тушить пожар собственной штрафной Медали отобрать мяч Хм Что это было? Как это Как это там рука могла быть? Я что-то не понял Зараза, хорошо пробиваешь Ну, там как-то мяч так полетел странно, ну не знаю даже Странно Как это там рука вписалась Мяч летел верхом Посмотрим, что разменится в игре после вот этого удара по мячу Команда пропустила гол и теперь ей нужно спешить чужим ворот Хороший шанс до удара, дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам Думаю, надо бит и забивать Ну да! Скоты получили Молодцы! Под занавесом Под задник Качество паса Качество игры Вот этого игрока мяч безусловно слушается Как он его контролирует Раз и гол Молодец, Монкрекор Молодец, Монкрекор Мяч отобран в середине поля И после первого тайма ничья 1-1 Ну, по каждому 1 Ничьяный счет Нельзя сказать, что кто-то намного сильнее Каждый считает, что перевес был на его стороне Это хорошо Что нас ждет в этом втором тайме? Что толку гадать? Давайте будем смотреть Отбивает мяч голкипер Блин Отлично выбрал позицию и совершил перехват Хорошо Закидывал на Алтудора Но Не прошло Не прошло Вот на планке Отобран мяч Так Вот это Приди Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут И сейчас угловой удар посмотрим Вот Приди Будут вешать Ловить мяч было нельзя Руткий баланс сохраняется Вратарь помогает его сохранить Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч Дваааааааа Смотрим, за развитием атаки Вроде бы в центр надо пасовать Абсолютно законный свисток арбитра Потому что была игра рукой Ванчер вышел вчера будет держать второй половине игры шаг ответственный и из дриблинга в удар сейчас вложится игрок я практически думаю надо бить и забивать ух ты шмонка да молодец еще не разыграли хорошую комбинацию в отстающую счет пока так кстати проверим персоналку на всякий случай тут ух они сделали перестановку пока я нет не делали он вышел срезался мяч с ноги и ушел за боковую ну и что теперь возможно удар поворотом давай взял мяч уходит за пределы поля будет подаваться угловой только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряя грейди как хочешь абсолютно очень выделили проходит дальше подает штрафную и флеча вот но пока игра ночь такой неопределившийся характер и борьба за мяч за то кто им будет больше владеть может быть и решить то есть под поведен так надо бы заменку сделать мухаммеди устал стюарт и куин пусть вместо прейти выйдет можно вместо сагбу выпустить аука усилить атакую еще мощь и ты цена потому что мне вот есть у меня такое ощущение что сначала одна команда вроде бы больше владела потом другая начала больше а в итоге видишь вышли на показатель 50 на 50 редкий случай между прочим для того чтобы провести тройную замену даже в товарищеском матче не говоря об официальном необходимо тренерская решительность но я ошибка блин есть чуть не испуганили такой прекрасный момент но камерон стюарт молодец ну и все там аукопов да да аукопов вышел так нет замену можем. О, это меняет кадр мало? Да. Так, что-то мы мне сделали. Вчера, видите, это двинули. Так, а выдвинули Викхема. Так, и опорник у них, в принципе, не опорник. Не, ну он может сыграть опорника. Вокон. Не хватает забитых мячей этой команде и нападающий, вышедший на замену, это, конечно, верная штука. И удар попал. Да жалко немного, да парень старался, подавал. Старался. Вот сейчас посмотрим, удастся ли команде засеять последний штурм. 5 минут играть, но и забить-то надо всего один. Думаю, надо бить и забивать. Удар поворотом. в эпизоде хорош, но это еще не сте, мяч в игре и он рядом с воротами. Грабить. Подача защита легко с ней справляется. Удар поворот, поворот, поворот. Подтянусь. Тэмерон стеор. Баласи. Блин. А так. Молодец хоть отборолся. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист мяч перехвачен. Так и... К сожалению, видите, миллиметровый, в принципе, был офсайд. Что, штрафной? Бэббить, бэббить, шаг за шагом, как по минному полю, в кубковом соревновании Ну вот, мы победили. Каждый матч на вес золота. Большое вам спасибо за то, что были с нами сегодня. Хорошо, а вот Эдуард пробил. Так, что тут? Три из трех, но у них ударов побольше было. Ну и точность пасов у нас приблизительно одинаковая. Вот так вот. По чуть-чуть, вроде бы, даже начинаем чего-то добиваться. Так, ага, впереди матч с Авертоном, я его показывать не буду. Как видите, мы в данный момент на шестнадцатой позиции. Низковато, конечно. На одиннадцатый очок отстаём от первого места. Наговато. Так. Ну, надо побеждать. Подниматься выше. Так что, вот такие вот дела. Ну, а следующий матч, какой у нас будет на записи, это будет матч с участием, да, ПАО. А потом, наверное, не Кассово надо было смотреть таблицу. Не, не Кассово тоже нет. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете ставить палец вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.